Валентин Катаев, Жемчужина, читает Павел Беседин. В Черном море у берега Аркадии жила прелестная рыбка, молодая султанка по имени Каролина. Все жители подводного царства восхищались ее красотой. Когда она была еще совсем малюткой и по целым дням носилась вместе с другими мальчиками и водяными бложками подле берега, подымая в воде целые вихри песка и пугая раков-отшельников, которые в страхе прятались в свои домики, похожие на кувшинчики, уже и тогда она обращала на себя внимание веселым нравом, резвостью и приятной наружностью. Действительно, это был прелестный ребенок. Когда Каролина подросла и превратилась в молодую рыбку с прозрачным золотистым хвостиком, коралловыми перышками, маленьким ротиком и большими изумрудными глазами, то увидели, что она просто-просто красавица. Правда, некоторые ее подруги утверждали, что она немного ветреная девушка, но я думаю, они говорили это скорее всего из-за зависти. У Каролины не было отбоя от женихов. Стоило посмотреть на нее один раз, чтобы сейчас же влюбиться. Два морских конька, только что окончивших кавалерийское училище, чуть не подрались у нее под окном, но Каролина быстро их помирила, сказав, что любят их обоих совершенно одинаково, как братьев, и пока ни за кого замуж не собирается. Бычок по имени Леандр, начинающий поэт, известный среди ценителей поэзии своим тонким лирическим дарованием, посылал Каролине триолеты, которые писал на маленьких перламутровых раковинах. И в шкатулке у молодой красавицы этих раковин оказалась целая куча. А пожилой электрический скат Антонио, знаменитый зубной врач и хирург с огромной практикой, который пломбировал и тащил зубы всем местным дельфинам, каждый день присылал Каролине богатые подарки, а по воскресеньям являлся сам и делал ей предложения. Было множество и других женихов, но так как они ничем выдающимся не отличались, то у всех их перечислять было бы долго и неинтересно. И всем женихам прекрасная Каролина с ласковой улыбкой говорила так. «Благодарю вас за честь, которую вы мне оказываете своим предложением, но, право же, я еще никого не люблю и пока не собираюсь замуж. Я еще слишком молода. Не скрою, вы мне нравитесь, но дайте мне немножко погулять на свободе. Приходите через год, и тогда я вам дам ответ». И женихи удалялись, еще сильнее очарованы ее красотой и обходительным обращением. Правда, немного огорченные, но вместе с тем, не теряя надежды через год получить ее согласие. Однажды, собираясь на бал, Каролина рассматривала себя в зеркале и вдруг заметила на боку под плавником крошечный прыщик, величиной с песчинку. Каролина не придавала ему никакого значения, припудрила его и поехала на бал. Но через несколько дней она заметила, что прыщик вырос и стал с горчичное зерно. Хотя он и не причинял ей никакого беспокойства, Каролина встревожилась. Не теряя времени, она отправилась к своей дальней родственнице, старой камбале Фаине. Старуха по целым дням лежала на дне, зарывшись в песок, никого не принимала, и ходили слухи, что она колдунья. Камбала Фаина надела черепаховые очки и долго-придолго рассматривала горошину, выросшую под плавником Каролины. «Милая племянница», – наконец, сказала она торжественно, «можешь не беспокоиться, тебе не угрожает никакая опасность. Наоборот, тебе привалило большое счастье. Это зернышко у тебя под плавником есть ничто иное, как маленькая жемчужина изумительной формы и необыкновенного качества». «Как жемчужина!» – воскликнула Каролина в крайнем удивлении. «Но ведь нам говорили в школе, что жемчуг рождается в раковинах». «Это верно», – сказала старая Камбала. «Обычно жемчуг рождается из песчинки в раковине. Но бывают исключения. В одной из моих старых волшебных книг написано, что иногда жемчуг рождается и под плавниками у рыбы. В таком случае жемчужина с течением времени вырастает необыкновенно крупная, совершенно круглая, изумительная по красоте». «Подобные рыбьи-жемчужины ценятся у ювелира баснословно дорого. Одна штучка обычно представляет собой целое состояние. Правда, это бывает очень редко. Однажды в 100 или 200 лет. Потому что рыба, у которой вырастает жемчужина, должна быть редкой по красоте и уму. А такие рыбы попадаются нечасто». «О, в таком случае это несомненно жемчужина», – радостно воскликнула Каролина. И поплыла домой, осторожно прижав плавник, чтобы как-нибудь случайно не повредить драгоценного зерна. С этого дня характер Каролины изменился. Она стала пропускать балы, неохотно танцевала и всячески избегала общества своих молоденьких подруг, которые любили побегать и порезвиться. Она стала молчалива, задумчива. «Что с тобой, Каролиночка?» – с тревогой спрашивали подруги. «Уж не больна ли ты?» Но Каролина получила хорошее воспитание и не хотела обижать своих подруг, сказав им, что для нее избранницы судьбы и счастливой обладательницы бесценной жемчужины их общество уже не представляет никакого интереса. Поэтому она вежелево отвечала «Нет, благодарю вас, я чувствую себя превосходно». И на ее прелестном маленьком ротике появлялась таинственная, высокомерная, высокомерная улыбка. Она полюбила одиночество. Оставаясь одна, она обыкновенно вынимала из своей шкатулки зеркало и долго рассматривала свою жемчужину, которая стала уже с небольшую горошину. «Ах, как медленно растет моя жемчужина!» – говорила про себя Каролина. «Впрочем, чем медленнее она растет, тем лучшего качества она будет, и тем больше я получу за нее денег у ювелира, когда она вырастет с лесной или, еще лучше, с грецкий орех. И тогда я стану самой богатой рыбой в мире». «Пусть растет. Я никуда не спешу. У меня впереди еще целая жизнь». И когда через год к ней пришли за ответом два морских конька, она, посмотрев на их, уже несколько поношенные мундиры, весело рассмеялась и сказала. «Ах, нет, друзья мои, не будем больше поднимать этот вопрос. Я никогда не выйду замуж ни за одного из вас. Прощайте. Но, может быть, вы, прекрасная Каролина, – сказал один из коньков, – по крайней мере скажете нам на прощание, что вы будете любить нас, как братьев. Это хоть немного облегчит наше горе». «Увы, – сказала Каролина, – я вам не могу обещать даже этого. Но почему же, – воскликнули морские коньки. – Потому что вы для меня слишком бедны. Это очень жаль. Но, к сожалению, ничего не поделаешь. Такова жизнь. Но ведь каждый из нас готов заплатить за ваше богатство своей жизнью. Снова воскликнули коньки. «К сожалению, мое богатство так велико, что заплатить за него не хватит не только двух ваших жизней, но и жизней всех морских коньков, окончивших вместе с вами кавалерийское училище, – сказала Каролина со вздохом. И на ее ротике появилась таинственная улыбка. «Тогда мы знаем, что нам остается делать. Прощайте, жестокая Каролина!» – сказали коньки, и тотчас же отправились на войну, где в первом же сражении показали чудеса храбрости, а во втором были убиты. То же самое ответила Каролина и остальным своим женихам. Бычок Леандр зарыдал, сказал, что его жизнь навсегда разбита, и обещал покончить с собой. Выбросившись на берег. Однако обещания своего не исполнил, но вместо этого поломал все раковины с подлинниками триолитов, посвященных жестокой Каролине. А затем поступил филитонистом в газету, где в очень ядовитых стихах стал бичевать нравы высшего общества, а также высмеивать порядки подводных железных дорог, что быстро принесло ему громкую славу и большие деньги. Что же касается электрического ската Антонио, то он сухо поклонился и сказал, «Как угодно, сударыня, не хотите – не надо, но имейте в виду, я вам этого никогда не прощу». И с достоинством удалился на заседание хирургического общества, где был почетным председателем. Время шло, все подруги Каролины давно повыходили замуж, многие из них уже имели детей, а Каролина продолжала ходить в девушках и отказывать женихам, которые все еще не переводились, так как Каролина была по-прежнему прекрасна. «Милая, что же это будет?» – в ужасе говорили подруги. «Ты рискуешь остаться одна, старой девой». «Ничего», – отвечала Каролина, «я выйду замуж тогда, когда найду достойного». «Да, но время идет, ты стареешь, потом будет слишком поздно». «Для меня никогда не будет поздно», – говорила Каролина, и на ее губах появлялась знакомая улыбка. И по-прежнему, оставаясь одна, она разглядывала в зеркале свою жемчужину, которая выросла до размера лесного ореха и уже настолько мешала плавнику двигаться, что Каролине приходилось плавать несколько боком, все время забирая влево, что было не совсем изящно. Мало-помалу почти все женихи от нее отстали, и только иногда являлись свататься провинциалы, куда еще не дошли слухи о ее странной недоступчивости. Конечно, она уже не была так молода и прекрасна, как раньше, но все же еще могла нравиться. Однако она продолжала ждать, с каждым днем чувствуя, что делается все богаче и богаче. Ее жемчужина уже стала величиной с большой грецкий орех, и все еще не переставала расти. Так что было жалко продавать ее раньше времени. К этому времени Каролина совершенно перестала бывать в своем прежнем обществе. Она либо сидела дома одна, рассматривая свою жемчужину, либо проводила время у камбалы Фаины в обществе пожилых замкнутых устриц, обросших морской травой, и старичков-крабов с лысыми черепами, покрытыми моллюсками. С ними было, хотя и скучновато, но можно было сколько угодно молчать, сидя неподвижно на старых консервных жестянках, много лет тому назад выброшенных сюда с берега. И никто не заставлял бегать в горелки, играть или застанцевать. Таким образом прошло еще несколько лет, и Каролина не заметила, как превратилась в старушку. Зато ее жемчужина стала приближаться уже к небольшому яблоку, и была так тяжела, что пожилая красавица с трудом двигалась. Но прежняя улыбка не сходила с ее губ. Однажды она возвращалась домой от своей тетушки и села передохнуть на скамеечке в городском сквере под тенью густых водорослей. Вдруг она увидела, как возле мраморного подъезда, лучшего в городе отеля «Морская звезда», остановился блестящий автомобиль, из которого выскочил молодой дельфин такой красоты, что у Каролины потемнело в глазах. Его маленькие острые зубки сверкали, как самый чистый, самый белый жемчуг. Совершенно круглые, неподвижные глаза светились молодо и глупо, как дымчатые топазы, а тугое блестящее тело отливало всеми оттенками синего цвета, начиная с режущего, глаза ультрамарина и кончая серовато-голубым, таким мягким и нежным, каким бывает Адриатическое море в марте, через час после заката солнца. «Это он!» – воскликнула Каролина и бросилась за молодым дельфином, который уже успел войти в дом. Но дорогу ей преградил швейцар, старый, необыкновенный, колючий морской еж. «Что вам угодно, сударыня!» «Мне необходимо видеть этого молодого дельфина!» – сдержанно сказала султанка. «Не думаю, чтобы его светлость мог воспринять». «Его светлость?» «Да, сударыня, ибо это принц Эгейский, прибывший сюда всего лишь на несколько часов, по весьма важному личному делу. Он приехал сюда жениться, и сейчас же после свадьбы отбывает со своей молодой супругой обратно на родину». «Ну, это мы еще посмотрим», сказала Каролина, дрожа всем телом. «На ком он женится?» «Вы, сударыня, вероятно, приехали из Дофиновки или давно уже не бывали в обществе. Об этом говорят все. Его Величество женится на мадмузель Кризалите, старшей дочери мадам Абажур. Как?» «В сильнейшем волнении», воскликнула Каролина, «Он женится на Кризалите, на этой отвратительной холодной медузе, совершенно верно, сударыня». «Не может быть! Я не понимаю, что он в ней нашел, ведь в ней же ровно ничего нет, ни молодости, ни красоты, ни души, ни сердца. Достаточно посмотреть сквозь нее на солнце, чтобы убедиться, что она совершенно пуста, как банка, из которой вылили простоквашу. Вы правы, сударыня, но дело в том, что принц Эгейский, несмотря на свою молодость и красоту, недавно окончательно промотался, так что ему остается либо поступить на службу, чего он силу высокого происхождения никогда себе не позволит, либо жениться на богатой, хотя и отвратительной медузе и взять за ней в приданное сто тысяч. Как? Всего только сто тысяч? Это большие деньги, сударыня», серьезно сказал морской еж. «Особенно, если принять во внимание, что у него нет другого выбора и что его высочество». Но Каролина не стала дальше слушать болтовню. Она оттолкнула ежа с дороги и хоть при этом сильно укололась, но не обратила на это никакого внимания. У людей есть такое представление, что у рыб холодная кровь. Это не всегда справедливо. У Каролины кровь оказалась горячая, как кипяток. В тот миг, когда она появилась на пороге салона, принц Эгейский надевал перед зеркалом белые лайковые перчатки. Его красота поразила Каролину еще сильнее, чем в первый раз. При виде пожилой взволнованной султанки в топазовых глазах молодого дельфина мелькнуло изумление. Но Каролина не дала ему произнести ни одного слова. «Ваше высочество», – сказала она, протягивая к нему с мольбою один плавник, так как другой был уже давно парализован с жемчужиной. «Я ждала вас всю жизнь, и вот вы пришли. Я знаю, в обществе не принято, чтобы молоденькая девушка делала первый шаг, но я его делаю потому, что вы прекрасны, и потому, что я люблю вас». «Но, сударыня!» «Нет-нет», – продолжала Каролина с жаром, – «не говорите мне ничего, пока вы меня не выслушаете. Я знаю все. Я богата. Я не просто богата, а я сказочно богата. Я обладаю сокровищем, равного которому нет в мире. Любой ювелир может дать за него столько денег, что по сравнению с ними жалкое приданное вашей пустой, ничтожной и молодой кризолиты покажется соринкой». «И это сокровище я кладу к вашим ногам. Оно сделает нас самыми богатыми и самыми счастливыми рыбами во всей вселенной. Теперь говорите». «Хм», – сказал молодой дельфин, «да, который был большим негодяем, и топазные глаза его алчно сверкнули. «Но я бы хотел увидеть ваше сокровище». «Оно перед вами, ваше высочество», – сказала Каролина, и показала принцу Гейскому жемчужину, сняв с нее платок, которым она ее всегда покрывала с тех пор, как жемчужина перестала помещаться под плавником. Дельфин бросил равнодушный взгляд на драгоценность и сказал холодно, «Видите ли, сударыня, я небольшой знаток в жемчужинах?» «В тех морях, откуда я родом, жемчуг не водится, поэтому я бы предпочел увидеть что-нибудь более для себя привычное, например, просто деньги». «О, ничего не может быть проще», – весело воскликнула Каролина, «Я сейчас же схожу к ювелиру и принесу вам корзину денег. Три корзины, сколько хотите?» «Мне кажется, что было бы довольно и четырех корзин», – сказал молодой дельфин. «Но дело в том, что я боюсь, как бы все эти, все это слишком не затянулось. Через час я должен быть в церкви. ровно через час я буду здесь». «Прекрасно», – сказал дельфин, вынимая из жилетного кармана золотые часы. «Сейчас без четверти три. Если вас не будет без четверти четыре, то я вынужден буду, как мне это не грустно, ехать в церковь и жениться». Можете себе представить, как мчалась влюбленная Каролина к ювелиру. То и дело она спотыкалась, падала, присаживалась, отдохнуть. Ее старое сердце громко стучало в старой груди. Она так тяжело дышала, как будто ее вынули из воды и бросили на песок. Но ей казалось, что она летит на крыльях. «Я принесла вам редчайщую вещь», – сказала она, подходя к прилавку ювелира. «Редкую. Она стоит таких денег, которых у вас даже может быть не казаться в наличности, но это не имеет значения. Мне нужны пустяки. всего лишь четыре корзины денег. А остальные деньги, сколько бы их ни было, можете оставить у себя. Только ради Бога, поскорее, я прошу вас». Ювелир был старый, опытный краб, привыкший никогда ничему не удивляться. Он вставил в глаз трубку и сказал, «Присядьте, мадам, четыре корзины денег у меня, конечно, всегда найдется, но прежде чем говорить о деньгах, разрешите мне взглянуть на вещь». И Каролина показала ему жемчужину. Старый краб долго ее рассматривал со всех сторон, то снимая, то опять надевая свое стеклышко. Наконец он закончил осмотр и сказал, «Вы правы, сударыня, это очень-очень большая редкость, но вы напрасно обратились с этой вещью ко мне. Вам надо было обратиться в какой-нибудь музей или кунсткамеру. Это редчайшая по величине бородавка, а бородавок, к сожалению, наша фирма не покупает». «Этого не может быть!» воскликнула Каролина, почти теряя сознание. «Это жемчужина, разве вы не видите? Это самая большая жемчужина в мире. Увы, мадам, вы ошибаетесь. Это бородавка. К сожалению, я это слишком хорошо знаю. У моей покойной супруги на правой клешне была точно такая бородавка, только, разумеется, меньших размеров. Она выросла от того, что на клешню попала песчинка, а моя покойная супруга своевременно не обратила на это внимания. Конечно, бородавка продолжала бы расти и до сих пор, если бы моя супруга по неосторожности не попала в сачок к мальчику, который ловил креветок. Кроме того, вам должно быть известно, сударыня, что жемчуг рождается на внутренних створках особых раковин, которые так и называются жемчужницы. Но я никогда не слышал, чтобы жемчуг рождался под плавником у рыбы, хотя и такой прекрасный, как вы, сударыня. Но моя тетушка сама собственными глазами читала в старинной волшебной книге, начала Каролина голосом дрожащим, как струна от горя, отчаяния, ревности, которые разрывали ее сердце. Ах, мадам, не следует особо доверять старинным, а тем более волшебным книгам. Если бы все, что писалось в книгах, было правда, то жить было бы гораздо легче и веселее. Но я вижу, вы плачете. Когда красавец дельфин вышел со своей молодой женой Медузой Кризалитой из церкви на паперти среди других нищих рыб стояла Каролина, старая, сгорбленная, со слезами на некогда прекрасных глазах. Кризалита узнала ее и шепнула своему мужу. Обратите ваше высочество внимание на эту бедную женщину. Когда-то она была очень красива. Мы с ней учились в одной школе. Она имела большой успех в обществе. 1945 год.